здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня будем готовить пахлаву из слоеного теста я взяла обычное слоеное тесто но можете взять и слоеное дрожжевое тесто для начинки грецкие орехи яичные белки смесь сахара у меня смесь коричневого и белого сахара можете взять только белый сахар лимонный сок и ванильный сахар нам понадобится еще яичные желтки для смазывания пахлавы перед тем как отправить из духовку еще нам понадобится смесь меда со сливочным маслом этой смесью мы будем потом поливать уже готовую пахлаву чтобы смазывать пахлаву нам понадобится всего один или два яичных желтка один желток я поставлю в холодильник его можно использовать в приготовлении песочного теста рецепт кстати песочного теста есть на моем канале ссылку оставлю в описании под этим видео хотя в сегодняшнем рецепте я использую готовое слоеное тесто но вы можете использовать домашнее слоеное тесто на моем канале есть рецепты домашнего слоеного теста ссылку на них вы найдете в описании под этим видео. Моя сегодняшняя пахлава будет из трех коржей. Средний корж нужно заранее испечь, поэтому нужно заранее разогреть духовку. Температура духовки 200-210 градусов. Пока эти все ингредиенты поставлю в сторону и буду раскатывать средний корж. Раскатываем средний корж прямо на пергаментной бумаге. Вот я раскатала тесто толщиной где-то около одного миллиметра, наверное чуть больше. Поставлю на противень и отправлю тесто в заранее разогретую духовку. Температура духовки 200-210 градусов около 15-20 минут до очень хорошего румяного цвета. Средний корж уже готов, дам остыть. А пока корж остынет, я приготовлю начинку. К яичным белкам добавлю сок лимона и взобью до легкой пены. Теперь начинаю постепенно вводить сахар. Добавлю ванильный сахар и взобью до пышных плотных пиков. К взбитым белкам добавлю грецкие орехи и смешаю лопаткой. Получается вот такая начинка. Начинка уже готова. Ее оставлю в сторону и будем раскатывать тесто. Я раскатала первый корж. Прямо на бумаге переношу форму. Начинку нужно разделить на две ровные части. И половину выложу на тесто. Начинку распределяю равномерно. Сверху кладу уже готовый корж. Кладу остальную начинку. И тоже распределяем равномерно по коржу. Раскатываем последний в верхний корж. Верхний корж раскатываем чуть больше, чем сама форма. Теперь накрываем пахлаву сверху. Эти лишние края нужно подвернуть вниз. Теперь нужно порезать пахлаву до конца. Я к журку добавила одну столовую ложку молока. Сболтаю это все хорошо. Смажу пахлаву. Очень тяжело резать пахлаву равномерно, когда вот внутри такая начинка. Но ничего, испечется и будет очень красиво. Я взяла всего один яичный желток. Этого полностью хватило. Поставлю пахлаву в заранее разогретую духовку. Температура духовки 190-200 градусов до румяного цвета. Это приблизительно где-то 20-25 минут. Я только что достала пахлаву из духовки. Теперь нужно полить смесью меда со сливочным маслом. И можно вот так кисточкой равномерно промазать. И опять поставлю обратно в духовку на 5 минут. Пока пахлава горячая, я еще раз вот так порежу. То есть она уже порезанная, конечно. Но пока выпекалась, схватилось это все. Пахлава уже остыла до комнатной температуры. Если вы заметили, уже одной полоски нет. Мы уже попробовали. Пахлава очень вкусная, очень ароматная. Такая она получилась внутри. Очень много начинки. Снизу она очень хорошо пропеклась. Сверху румяная. А вот этот средний слой и начинка как бы уже смешались. С среднего теста уже не видно. Один большой слой начинки получается. Пахлава очень хрустящая. И вот так вот выглядит. Безе в начинке не чувствуется. Но благодаря безе пахлава получается внутри очень влажной и вкусной. Кстати, пахлава у меня получилась в меру сладкая. Потому что я в безе добавила мало сахара. Но если вы сладкоежка, можете или увеличить количество сахара в безе, или же потом пахлаву сверху полить побольше медом. Вот так очень быстро и просто можно приготовить такую вкусняшку. На моём канале есть другие рецепты пахлавы. Ссылку на них найдёте в описании под этим видео. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения, мирного неба и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!